Сейчас главное хладнокровие. Только оно позволит все учесть, во всем разобраться и исключить саму возможность повторения всего этого ужаса в любой точке нашей страны. Если у нас получится, мы выполним наш долг перед погибшими. Первый шаг понять, что же случилось позавчера в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня». Этим занимаются следователи и сотрудники МЧС, за работой которых сегодня наблюдал мой коллега Дмитрий Кулько. Это игровая площадка на четвертом этаже торгового центра. По предварительным данным, именно здесь и находился очаг возгорания. Вот как вы видите, это детский городок. Немного далее находился бассейн с поролоновыми кубиками для детей. Но сейчас туда нельзя подходить, так как нарушена целостность конструкции. Вот как эта зона выглядела до трагедии. Для ребенка море веселье. Можно лазить и прыгать в мягкие кубики. Но бассейн с поролоном вспыхнул, как спичка. Отсюда и началось возгорание. Сообщило сегодня агентство ТАСС. Сосылка на источник знакомой ситуации. По его словам, поэтому всего за минуту четвертый этаж заполонило едким дымом. Это видно на кадрах. Поролон при горении смертельно опасен, говорят эксперты. Мы наглядно видим, что материал поддерживает горение, при этом выделяет токсичный дым темного цвета. И вот дальше, чем больше образец, чем больше возникает процесс горения, тем интенсивнее проходит дальнейшее его распространение. Если достоверно говорят о том, что пожар возник в батутном зале, то поролон выделяет при горении большое количество дыма. И плюс еще этот дым ядовит, токсичен. Может быть, синильная кислота, что, собственно говоря, и повлияло на такое большое количество погибших. Токсичный дым, чем опасен, что буквально один-два вдоха, и человек теряет сознание, падает. Возгорание могло начаться и вот так, от открытого огня. Это одна из версий, но глава Следственного комитета Александр Пострыкин считает ее менее вероятной. Причиной пожара, по его словам, могло также стать короткое замыкание проводки. Если количество горючих материалов, а детская площадка или детская комната – это специальное вот такое помещение, где как раз невероятное количество горючих материалов. Это игрушки, это мебель, это там какие-то текстильные материалы и так далее. Конечно, огонь с огромной быстротой начинает распространяться. При замыкании электрических кабелей, которые тянутся через все здание, на распространение огня влияет даже пыль, говорят эксперты. Как правило, вот нет у нас проводов проходящих. Какое помещение сейчас? Нет, они все спрятаны. Они внутри, внутри. Они или под потолком, или где-то в стенах. Под потолком, так вообще беда. Там скапливается большое количество пыли, просто бытовой пыли, которая в ряде случаев работает как порох. Почему не срабатывают в этом случае, да, обыкновенные автоматы, которые в каждом щекоте, да, это вопрос к техническим службам. Ответы на все вопросы должны дать результаты экспертиз. Следователи сейчас собирают вещественные доказательства в здании торгового центра. Все важные детали упаковывают в конверты. Эвакуационные лестницы, по которым люди спасались от пожара, но впереди их ждала ловушка. Эти двери, вероятно, были закрыты в тот момент. Вот видите, замок разрезан специальным оборудованием. Это уже было сделано сотрудниками МЧС, когда они приехали на место трагедии. А вот, обратите внимание, это система, которая во время пожара должна была распылить воду, но так и не сработала. А ведь эти оросители должны были сработать, как только повысилась температура в здании. Не сработала сигнализация, не сработала система дымоудаления, из-за чего, что там очень много людей страдало. Почему не сработала система пожаротушения, это вообще неизвестно. Потому что она вообще автономна, то есть она у нас тут представлена. Она сработала температуру, то есть ей тушат водой. Значит, либо она была спущена, то есть без воды стояла, либо были отключены на солнце, чтобы не потреблять электроэнергию. Те, кто был обязан обеспечить безопасность людей, сегодня на судебной скамье. Четверым задержанным был продлен арест на 72 часа. Это технический директор компании-собственника торгового центра Георгий Соболев, руководитель компании, которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в здании, Игорь Полозиненко, управляющая торговым центром «Зимняя вишня», Надежда Суденок, а также сотрудник, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, Александр Никитин. Задержанные заявили, что свою вину не признают, и поделились своими версиями случившегося. Сотрудник, которого я опрашивала, где возник пожар, это сотрудник, инструктор детского, который работал в это время на аттракционе. Сказала, услышала хлопок, и повернулась на хлопок, и увидела столб огня. Это поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, было бы какой-то дым, тление. Был столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог. Сотрудники Следственного комитета по-прежнему допрашивают всех очевидцев. Ближе к вечеру появилась уточненная информация с цифрами заявлений о пропажах людей во время пожара. Следствие располагает с заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре Кемерово. Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выдано разрешение для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре. Тем временем сотрудники МЧС проводят финальную стадию расчистки. Крупные обломки кровли извлекли с помощью строительных кранов через проломленную крышу. Но перекрытия могут обрушиться вновь. Посмотрите, какой силы был пожар. Расплавилась многотонная металлическая колонна. Это значит, что температура была более 1000 градусов. Колонна просела примерно на метр. И из-за этого по-прежнему есть угроза обрушения перекрытия между третьим и четвертым этажами. Центральная часть торгового центра, второй этаж. Сейчас здесь много пространства, но до пожара здесь находились торговые ряды. Были узкие проходы, по которым выбегали люди во время пожара. Торговые точки выгорели полностью, и сотрудники МЧС уже расчистили здесь завалы. В МЧС сегодня заявили, что принято решение завершить поисково-спасательную операцию. Выгоревшее здание торгового центра «Зимняя вишня» не подлежит восстановлению и будет снесено. Дмитрий Кулько, Денис Овчаров, Тимофей Раевский, Виктор Аверин и Екатерина Белова. Первый канал. Кемерово.